Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали строительство Национального космического центра в Филях. На территории ГКНПЦ имени Хруничева будет сформирован современный научно-производственный и образовательный кластер. Дмитрий Рогозин, спасибо за предложение о создании такого проекта. Он важен и для города, и для страны, но и космос важен для всего мира. Это мирового уровня проекта. Спасибо, Сергей Семенович. Вам, правительству Москвы, за поддержку, за такую работу. Мы видим реальные результаты уже построенного в высокой степени готовности Национального космического центра. Если вы обратите внимание, коллеги, вот как раз за НКЦ находится уже монтажно-испытательный корпус центра Хруничева. То есть завод, он продолжает развиваться. Сейчас идет обновление его основных фондов. На него мы возлагаем определенные надежды и задачи, связанные с созданием семейства ракет «Ангара», в частности водородной тематики. Поэтому специфика этого НКЦ в том, что здесь будут работать 20 тысяч инженеров самых разных подразделений ракетокосмической промышленности, находящихся в Москве. Из них 8 тысяч человек – это сотрудники консультовского бюро «Салют» центра Хруничева. И рядом же с ними находится само предприятие, завод, где, собственно говоря, те инженерные решения, которые будут в этих стедах рождаться, будут опробированы уже конкретной практикой. Кроме того, мы исходим из того, что именно здесь, в этом здании, будут находиться базовые кафедры ведущих наших вузов, доноров, Московского авиационного института, МФТИ, Баумана, Фистеха, МГУ и многих других. Поэтому, по сути дела, это такой производственно-образовательный центр, который, на самом деле, закладывает основу для формирования новых поколений инженеров и конструкторов ракетокосмической промышленности. Будет развернут крупнейший научно-технологический парк с образовательными функциями, функциями РНД, опытного производства и так далее. И на небольшой части совсем будут построены объекты реновации, в том числе для бывших и настоящих работников Роскосмоса, который, МПЦ Хроничева, который проживает в них. В целом, это крупнейший инвестиционный проект такого рода в одной из передовых отраслей России. И я думаю, что он, во многом, даст толчок для дальнейшего развития ракетокосмической отрасли страны. Совместный проект Роскосмоса и города Москвы реализуется согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Комплекс будет состоять из нескольких блоков клавиш, примыкающих к общей оси. Доминантой здания станет высотная башня со шпилем. На площади порядка 250 тысяч квадратных метров смогут разместиться около 20 тысяч сотрудников конструкторских бюро и организации Роскосмоса.